В эфире программа «Семь минут». Здравствуйте! В гостях у меня сегодня коммерческий директор Рязанского кирпичного завода Юрий Шульчевский. Здравствуйте! Здравствуйте! А вот расскажите, пожалуйста, Юрий, кирпичный завод в этом году отметит свое уже 85-летие. Совершенно верно. Наш завод основан в 1929 году и на сегодняшний день исполняется 85 лет нашему, так сказать, хорошему заводу. Это торжество. Событие очень важное для нас, потому что столько времени, столько воды утекло, столько технологий поменялось. И все, что было, все, что будет и все, что есть, мы это очень ценим и пытаемся развить все больше и больше. 85 лет – это очень большой промежуток времени. Что нового появилось за последнее время, может быть, интересного? Понятно. Да, за последние, наверное, 20 лет мы сделали капитальную модернизацию завода уже трижды. Последние новинки у нас произошли в 2012 году. Мы поставили роботы-автомат-садчики. Такие роботы применяются при производстве таких машин, как Mercedes, Porsche, Volkswagen. И такое же оборудование на сегодняшний день стоит на нашем заводе. Как ни странно, мы производим кирпич, а технологии используем самые современные, самые продвинутые. Поэтому, как ни странно, движемся вперед и вперед и вперед. Также мы модернизируемся не только по, так сказать, технологиям, но и по сырьевой базе. Мы разрабатываем все новые и новые карьеры, чтобы улучшить все лучше и лучше выпускать качество продукции. А вот скажите, пожалуйста, вот как бы, ну, кирпич, он и в Африке кирпич, да? Или вот сами кирпичи, они тоже как-то меняются со временем? То есть это уже не то, что было много лет назад? Конечно, конечно. Первый кирпич, насколько вы, наверное, слышали, использовался еще при строительстве Пизанской башни, Китайской Великой Стены. В то время кирпич выпускался немножечко по другой технологии. Хлебили вручную и сушили на солнце? Да, сушили на предсолнечном тепле и использовали, как говорится, простейшие элементарные пути укладки этой продукции. Ну и со временем требования к качеству улучшаются, увеличиваются, увеличиваются, увеличиваются. И на сегодняшний день наша продукция подлежит таким серьезным испытаниям, как 1000 градусов обжига, пресс выдавливает давление до 15 атмосфер. То есть все это приводит к высококачественной продукции, которая может служить не просто 100 лет, но и 200, 300, 500 и 1000 лет. Вот есть у нас материал, есть образцы кирпича, которые сохранились с 1929 года. Это интересно, это в нашем музее нашего завода, можно посмотреть, приехать. Вот, конечно, берешь, сравниваешь и понимаешь, насколько все движется вперед и вперед и вперед. Сейчас наш кирпич как конфетка, просто берешь и любуешься этой продукцией. Поэтому время идет и требования клиентов меняются, меняются, меняются. Еще могу немножко рассказать о кирпиче, вообще, что такое кирпич. Как вы знаете, наверное, интересно может быть кому-то, но кирпич бывает разных видов. Бывает силикатный, бывает керамический. И тот, и тот кирпич хороший. Но мы выпускаем именно керамику. Из чего это делается, это глина и технология. Все, кроме глин, здесь ничего не используется. Поэтому я могу отметить то, что керамический кирпич – это экологически чистый, безопасный и полезный продукт. Более того, кирпичи, для кирпича глина добывается с глубины 45 метров. И пролежала глина до эры динозавров. Представляете, сколько времени хранилась глина в нашей Рязанской области, чтобы мы получили данный кирпич. Более того, наш кирпич на нашем заводе используется из сырье только с наших рязанских карьеров. Вот это я отмечаю. Поэтому многие задают вопрос, а вот вы, может, откуда-то привозите что-то как-то. Я горжусь тем, что в нашей области есть такие карьеры. И горд тем, что на сегодняшний день мы добываем глину именно из наших карьеров. А вот скажите, пожалуйста, кирпич – это то, из чего строят, ну и, наверное, в первую очередь дома все-таки, да? Но в наше время дома строят не только из кирпича. Деревянные дома сейчас как бы популярные. Абсолютно верно, да. Вот в чем все-таки есть преимущество именно в кирпичных постройках? Говорите. Ну, давайте отвечу на первый вопрос. Да, на сегодняшний день, конечно, большой ассортмент продукции. Это и газосиликатные, и керамзитно-бетонные, и деревянные домостроения, и щитовые, и так далее, и так далее. Говорить о конкурентах плохо я не привык. Я привык говорить о своей продукции. Поэтому наша продукция, самый главный вопрос – это экологический вопрос. Второй вопрос – это долговечность. Третий вопрос – теплотехнические характеристики высокие, которые позволяют жить в этом доме комфортно, и, как говорится, как можно меньше тратить расходов на отопление, соответственно, дешево жить. И также я бы хотел сказать, что красиво. Почему красиво? Потому что керамика, она отличается красотой и эстетикой вашего дома. Керамический кирпич, он может прослужить 10, 20, 30, 50 лет, не изменяя цветовой палитры. То есть, если, например, вам нравятся теплые дома, красивые внешне, вы получите это. Поэтому мы выпускаем кирпич не только для внешних стен, но и для внутренних. То есть, если вы задумали, например, хотите подвал, а как его сделать? Либо заливать бетоном, дерево туда нельзя, газосиликат не применяется. Соответственно, вам нужна керамика. И мы для этих целей как раз выпускаем и такой вид кирпича, которому можно закапывать землю. И он не боится ни влаги, ни морозов, ничего. Поэтому наш завод нацелен на производство многих вариантов кирпича. Это как полнотелый, применяемый для фундамента, цоколей и подвалов. Крупноформатная порезованная керамика, которая применяется для несущих стен, перегородок и многоэтажных домов. И облицовочный кирпич, которым вы можете красиво облицевать и разнообразно разукрасить ваш фасад дома. А вот если выбирать, например, из чего устроить дом? Говорят, что деревянный дом, когда его построили, он там должен еще где-то год стоять, в нем жить нельзя. Вот как с кирпичом? С кирпичом, конечно, такой проблемы не существует. В кирпичный дом вы можете заезжать буквально после окончания строительства на следующий же день. То есть кирпич имеет очень быстрое высыхание, и керамика никогда не подвержена ни плесневению, ни гниению. Поэтому просушивать дом практически не надо, он у вас будет уже готовый после окончания кровли. Кровлю закрыли, вы можете спокойно въезжать и жить комфортно, спокойно и безопасно. С какими компаниями сотрудничаете? На сегодняшний день, конечно, ассортимент нашей продукции очень, как говорится, широкий. И поэтому много партнеров. И у нас и в Рязанской области, и в Ярославской, в Московской, в Пензе, в Череповце, в Вологде. Мы строим огромное количество домов. Но из рязанских я бы выделил на самых сильных, наверное, игроков. Это «Северная компания» и группа «Компании единства». Это те партнеры наши, которые из года в год принимают нашу продукцию, и которые стараются для частных клиентов строить дома из экологически безопасных материалов. Поэтому «Северная компания» и «Единство» – это, наверное, самые наши основные потребители. А также хочу отметить то, что в Москве, например, самые продвинутые технологии используются. И там наш кирпич востребован уже на 2-3 года вперед. То есть мы заключаем договора такие, которые позволяют, например, 48-этажный дом сейчас строится, и все 48 этажи строятся именно из нашего кирпича. То есть это для меня гордость. Сейчас представила, как люди сидят, лепят быстрее, быстрее кирпичики. Какие планы развития? Планы развития, конечно, мы постоянно модернизируемся, постоянно внедряем новые технологии. Мы буквально неделю назад от нас уехали испанцы, которые тоже нам помогают в строительстве. Планируем запуск новой сушильной камеры, модернизировать технологию укладки кирпича и выпуск нового вида евроформата. Это формат, который позволяет сэкономить толщину стены, сэкономить денежные средства и, соответственно, удешевить доставку логистическую транспортных расходов. Почему? Потому что у нас есть партнеры, например, мы довозим до Сочи кирпич, и везти в одной машине, например, 8 тысяч кирпича или 13 тысяч кирпича для конечного потребителя это важно. Поэтому мы следим за тенденциями рынка и выпускаем им новые виды продукции, и нового качества продукции постоянно, постоянно, постоянно. Ну что ж, Юрий, спасибо вам огромное. Нашим телезрителям напомню, что в гостях у меня сегодня был Юрий Шульчевский, коммерческий директор Рязанского кирпичного завода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова